Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотим рассказать об очаровательной женщине и прекрасной актрисе, которая успешна не только в актерской профессии, но и в бизнесе. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что наша героиня – замечательная мать, к тому же мать многодетная. Скажите, пожалуйста, какое имя приходит вам в голову, когда речь заходит о знаменитом бразильском сериале «Клон». Правильно, тут даже думать особо не нужно – Жади или Джованна Антонелли. Два эти имени стали практически синонимами, но если мы про Жади знаем практически все, то про Джованну хотелось бы поговорить поподробнее. Родилась Инаврия де Жанейро в артистической семье. Ее отец был оперным певцом, а мать – балериной. Гена никуда не денешь, поэтому ничего удивительного в том, что девочку потянуло к искусству, нет. Вот насчет пения мы не знаем, а что касается танца, то у Джованны получается очень хорошо. Вспомните танцы Жади в клоне, которые были практически профессиональны. Мало кто может исполнить танец с живой змеей и сложнейший танец с мечом так грациозно. А самое главное – Джованна просто наслаждалась танцем, а не считала про себя шаги, ритм и не соображала лихорадочно, куда руку и куда поднять, и что сделать, чтобы не запутаться в длинных юбках. Но вернемся к ее жизни в искусстве. Сниматься она начала рано с 14 лет и к 2000 году успела поработать в семи новеллах. Почему же мы заостряем ваше внимание именно на этой дате? А потому, что именно в этом году Джованна получила роль Капиту в новелле «Семейные узы». Образ получился настолько ярким, что многие зрители просто влюбились в эту девушку с необыкновенно сложенной судьбой. Капиту каждый день живет в своем маленьком персональном аду, и выхода из него нет. Потрясающе сыгранная роль. А в 2001 году наступил звездный час Джованны. Она получила роль жадии и создала образ неоднозначный, многомерный, заставляющий думать. Жадия – женщина, которая хочет чего-то такого, чего у нее нет. Но она живет в поиске жар-птицы, не замечая богатства, которые у нее уже есть. В итоге иллюзии разбиваются, а жизнь близких и своя собственная безнадежно разрушены. После этой роли популярность Джованны была запредельной, потому что клон триумфально прошелся по телевизионным экранам всего мира. Казалось бы, почивай на лаврах, раздавай автографы, но нет. Джованна активно работает и создает замечательные женские образы в многочисленных новеллах, на театральной сцене и в кино. Кстати, Джованна – очень верный друг, и одним из ее самых лучших друзей является Рейнальдо Джанеккини. Между ними уже много лет теплые дружеские отношения. А также было несколько совместных удачных работ, где они играли в дуэте. Это романтическая комедия «Авасалат Орос» 2002 года, где Джованна играет дизайнера, а Рейнальдо ее шефа – самоуверенного красавца и бабника. Также получившая огромный международный успех новелла «Цвет греха» 2004 года, где Джанни играет братьев-близнецов Паку и Аполло, а Джованна – злодейку Барбару, невесту Паку. Новелла «Семь грехов», где Джованна и Рейнальдо играют мужа и жену Кларисы и Данте. И вот сейчас они снимаются вместе в кино в романтической комедии «Сос. Женщины в море». В одной из недавних телепрограмм Джованна сказала у Рейнальдо «Ты ангел света, упавший на землю, особенный друг, личность и талант». И поместила в Твиттере их фото со съемок фильма, подписав «Сегодня с моей любовью». Кстати, когда у Рейнальдо были серьезные проблемы со здоровьем, Джованна всячески его поддерживала. Ну вот, с дружбой мы разобрались, а что же у нас с любовью? А с любовью все очень интересно. Джованна – человек влюбчивый. У нее было два официальных брака и три гражданских. Ну и как итог этих отношений, трое детей от мужчин, которых она любила. Первым ее мужем был бизнесмен Рикардо Медину, с которым она рассталась в 2001 году. Поговаривали, что причиной послужил роман с партнером по съемкам Мурилу Бенисио. Но сама Джованна это отрицает и говорит, что к тому времени отношения с мужем уже сошли на нет. Поэтому она считалась свободной женщиной для новых отношений. Но, скорее всего, так оно и было. Врать Джованна не привыкла. Разлюбила и все. До свидания. Роман с Мурилу был страстным. Поклонники пары просто с ума сходили от счастья. А уж когда в 2005 году у Мурилу и Джованны родился сын, маленький Пьетро должен был скрепить эту пару навечно. Но жизнь штука такая, что никогда не знаешь, что произойдет дальше. Известие о том, что Джованна попросила Мурилу уйти, стало громом среди ясного неба. Причиной стала банальная ревность. Мурилу не смог сдержать эмоции и устроил Джованне парочку скандалов. Но она терпеть это не стала и просто его выгнала. Мурилу, конечно, страдал, но потом нашел Джованне замену в лице актрисе Гильгермина Гиммле. А что же Джованна? Она тоже долго одна не оставалась и в 2008 году вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Лакасио. Брак продлился всего 4 месяца, потому что молодой муж настаивал на переезд в Штаты, а Джованна не могла этого сделать, потому что Мурилу запретил вывозить своего сына Пьетро из Бразилии. Вот так. Но кто тут прав, кто виноват, не нам судить. Уж то есть, то есть. Кстати, забавная деталь. Гильгермина Гиммле после Мурилу завела роман с братом Джованны Леонардо и сейчас ждет от него ребенка. Она уже выбрала имя для малышки Мина. Так что скоро у Джованны будет племянница, а другой – возлюбленный Мурилу. Вот такие вот высокие отношения. Видимо, не только вся Мексика спит под одним одеялом, но и часть Бразилии. Так что после короткого замужества Джованна встречалась с бизнесменом Артуром Фернандесом, но пара рассталась, так как перестала находить общий язык. А что же сейчас? А сейчас Джованна живет в гражданском браке с режиссером Леонардо Нагейро. И у них двое детей. Это очаровательные близнецы Антония и София. С Мурилу Джованна сохранила хорошее отношение и приветствует его встречи с сыном. Так Мурилу был с Пьетро в аквапарке в Рио-де-Жанейро и вовсю там развлекались на крутых водных горках. Вот мальчишка счастлив, я так понимаю, и папашка тоже счастлив. А на следующей неделе уже Джованна поехала с Пьетро на горнолыжный курорт в Чили-Валье, Невада. Это крупнейший горнолыжный курорт в Южном полушарии. Не можем не добавить, что Джованна проявила себя не только как талантливая актриса, но и как успешная деловая женщина. В одной из свежих статей пишут, что Джованна недавно открыла клинику лазерной депиляции. Также у нее есть своя линия лаков для ногтей, очков. Фирма ювелирных изделий «Романелл», экспортирующая свою продукцию в 40 стран мира, выпустила коллекцию ювелирных украшений «Джио Антонелли». И напоследок хотим сделать зрителям подарок и показать несколько снимков Джованны от Фернандо Торкуато. Торкуато считается одним из самых известных и высокопрофессиональных фотографов. Визажистов и стилистов Бразилии. Звезды Глоба счастливы делать снимки у него. И Джованна – одна из любимых моделей Фернандо. Он работает с ней уже 15 лет. И в одном из недавних интервью говорит о Джованне, что не встречал больше человека, в котором было бы столько света и радости жизни. А еще он сказал о Джованне, что такую, как она, весь мир мечтал бы иметь своей подругой, возлюбленной и женщиной. Ну, кстати, замечательно сказано, ведь Джованна действительно солнечная женщина, на которую просто приятно посмотреть и восхищаться ее красотой и шармом. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!